Много раз писал, аж с 2014 года, с осени сентября, что измена, если она будет, то она гнездится в окружении президента Российской Федерации, в его администрации и во всех государственных структурах. Вот часть нашего истеблишмента, значительнейшая часть, родом из Михаила Сергеевича Горбачева и Бориса Николаевича Ельцина, спят и видят, как бы проиграть эту войну, сплавить Путина в Гаагу и вернуть все, как было при дедушке, то есть при Борьке Алкаше. И пока у них все получается. У нас недостаточно для ведения полномасштабной войны ни войск, ни авиации, ни ракет, ничего, всего недостаточно. Противник отмобилизовался и создал по-настоящему массовую сухопутную армию, которая превосходит нашу численно и скоро будет превосходить по количеству техники. И в этой армии он имеет самое новейшее западное вооружение, способное противостоять нам. Много вопросов было по эффективности Хаймерсов. Очень эффективны. Очень эффективны. Они в том числе преодолевают наши системы ПВО, если они недостаточно массированы. Особенно, если эти цели, этих ракет не находятся слишком далеко в глубине нашей обороны. Чем глубже, тем, естественно, больше шанс на перехват. Опять же, все эти системы наводятся из космоса, очень точно поражают цель, до 5 метров попадают там, прилетают на сигнал мобильных телефонов. Просто наводятся на сигнал мобильных телефонов, на работающий мобильный телефон. На любой гаджет. И плохо сбиваются нашими средствами ПВО. Вот вам конкретный пример. Просто один из. Если мы по-прежнему будем собираться закидать врага шапками, игнорируя, даже вот наглядно, вот смотришь книгу, знаете, выражение, смотришь книгу, видишь фигу. Вот у меня такое впечатление, что в Кремле вообще книгу не открывают, вот, все хорошо у них. На планете розовых пони. Специальная военная операция развивается по плану с опережением графика. Проявите понимание. Это другое. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова